Зачем вам цепь вот эта толстая на шее? Я ничего не понял, что вы сказали, но ваши слова глубоко тронули меня в душе. Посмотрел, все в порядке? Ну как маркер, то есть... Как вы считаете, это хорошо или плохо? Там русский мир, а у меня несовместимость с русским миром, у меня на него аллергия. То она должна нести ответственность за происходящее? Как перестрал стрелков. У вас звук очень плохой, к сожалению. Давайте я включу микрофон. Ну, чтобы было это сделать с самого начала. Ну, простите, иногда звук нормальный. Сейчас как? Лучше. Что-то вас гудит на фоне. Извиняюсь, это не смазанный... Кулер. Кардан. Кулер, да. Карданный вал. Я не могу не удержаться от вопроса, он личный. Вы только не обижайтесь. Не могу не удержаться от вопроса. Зачем вам цепь вот эта толстая на шее? Она что-то символизирует. Я просто как-то не догоняю каждый раз вот эту смысловую нагрузку этих цепей. Знаешь? Я, честное слово, у меня нет никаких претензий к вам по поводу цепи. Я просто пытаюсь понять, зачем. Но это может быть что-то важное, а я пропустил в жизни. Есть такие варианты, что это хобби. Хобби? Хобби-то вроде как чем-то нужно заниматься. А вы занимаетесь тем, что носите цепи? Нет. Я просто ищу. Я искатель. Как хотите, кладоискатель. Если в вашем выражении черный копатель. Ну, вряд ли я думаю, что я буду черным копателем. В вашем воображении. Я так понимаю, Луганский, вы должны все понять в мозгах, но произнести это все по-другому. Я ничего не понял, что вы сказали, но ваши слова глубоко тронули меня в душе. Я чуть не расплакался. Я очень рад. Так зачем все же цепи носите на шеях? Вот такенные еще здоровенные. Для чего? Я ничего не покупал. Я это нашел. Ну, я не против того, чтобы вы нашли. Я же не спрашиваю, нашли. Я спрашиваю, зачем вы их носите на шеях? Для чего? Ну, я много чего в жизни находил. Но это же не означает, что я должен это носить на себе. Ну, я думаю, это не означает, что вы... Давайте познакомимся. Меня Александр зовут. Город Ижевск. Удмуртская республика. Не всем так везет, как вам, Александр. Вы наверняка меня-то знаете. И так мне представляться не нужно. Ну, абсолютно знаю, да. И... Понимаете, какая штука? У кого не спросишь про цепь, так никто мне не может объяснить. Одну секундочку. И я думаю, что вы не будете мне рассказывать, чтобы я носил древнюю удмуртскую одежду. Это ваше личное дело. Я же не говорю, что... Знаете, я не говорю, что носить цепь – это плохо или хорошо. Это непонятно. Я никак не могу понять смысл. Я пытаюсь понять смысл многих вещей. В том числе вот ношение цепи на шее. Он, может быть, что-то... Ну, этот смысл несет в себе. Я должен что-то понять. Или сделать какие-то выводы. Или, быть может, вы таким образом выражаете себя. Или считаете, что это красиво. Или, ну, может быть, у вас там что-то тяжелое на ней висит. Там, например, мобильный телефон или крест какой-нибудь огромный, который рвет маленькие цепочки. Что-что? Вы не высказывали мой вопрос? Нет. Вы когда-нибудь обратились в Сербию? Я не обсуждаю религиозные темы в чат-рулетке. Понятно. Если обсуждали, то могли бы понять, что церковный металл – это именно серебро. Серебро, которое выражает жизнь человека. Если оно темнеет, то в жизни человека что-то не так. Вот. То есть вы носите цепь, чтобы проверять, не потемлеет ли серебро на вас. Это интересно очень. Я не знал о таком. Я никогда с таким не сталкивался. Предположим, что это так. Ну, то есть вы следите. Раз, посмотрел – все в порядке. Ну, как маркер. То есть не темнеет серебро. Все, значит, хорошо в жизни. Давайте я тут поправлю слегка. Летом, когда жарко, серебро темнеет на… Ну, я бы не сказал, что на любых людях, но серебро темнеет. Потому что жарко, пот, выделение и так далее. Серебро темнеет начинает и начинаешь его чистить. То есть начинаешь его чистить и понимать, что все-таки в здоровье что-то происходит не так. Это химия, окисление. А церковь, думаешь, она… Я думаю, что церковь и химия – это разные вещи совершенно. Совершенно не одно и то же. Это события совершенно разные. То есть вы понимаете, представляете себе, что церковь такая дура, что церковным материалом своим именно предположило серебро? Нет, смотрите, серебро – это благородный металл, как и золото. Он просто не подвергается химическим реакциям, не вступает в химическую реакцию с окружающим в основном миром. И если серебряному какому-то изделию или золотому там несколько сот лет, то в принципе ничего страшного сверхъестественного с ним в основном и не происходит. Поэтому они являются драгоценными, эти металлы. Но никакого отношения к тому, темнеет ли он на людях или не темнеет, церковь никогда этого даже не утверждала. Нет же такого понятия, что носите, пожалуйста, на себе серебряные цепи и следите, вдруг оно потемнеет. Про это не сказано в Библии, об этом никогда не говорят священники. Они выбирают благородные металлы, с которыми ничего не происходит на протяжении столетий даже. В этом смысл, это практично. Давайте не разделять благородные металлы, на протяжении которых не происходит в течение столетий реакции, не будем распределять на золото и на серебро. Почему же? Золото так или иначе темнеет. Темнеет. Селезо так или иначе окисляется. Да, но это не железо, которое окисляется практически моментально после попадания, например, в воду или в какую-то кислую среду. А серебро не это сопротивляется, оно поэтому и благородный металл. Подожди. Оно дешевле его, почему оно дешевле, чем золото? Потому что в мире серебра больше, чем золото. Больше, значительно больше. Золото меньше. Поэтому золото стоит дороже, а серебро стоит дешевле. Согласен. Но серебро все-таки воспринимает какие-то негативные восприятия, допустим, руды или негативного восприятия человека темнее от этого. Я прав или я прав? В религии про это не сказано ничего и церковь об этом никогда не делала никаких заявлений. Никогда. Но серебро ставит точку на серебро. Я не знаю, на что церковь ставит точку, но то, о чем вы говорите сейчас, это полнейшее мракобесие. Ну, какое мракобесие? Ну, самое настоящее. Это химия. Серебро. И оно на нем темнее. Значит, какая-то негативная энергия существует. Об этом никогда не говорила религия или церковь. Ни про какую негативную религию. Скорее всего, что у него какое-то неправильное, неверное потоотделение. Возможно, у него находятся соли в его поту. Быть может, у него проблемы со здоровьем, которые через пот и либо через, я не знаю, какие-то его другие выделения человеческие, которые влияют на благородные металлы, в том числе на серебро. Но это никак не связано с негативной энергией или какой-нибудь отрицательной энергетикой. Это вовсе не одно и то же. Именно с этим я с вами и согласен. Слушайте, но если мешать чай серебряной ложечкой, то все микробы в чай подохнут. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Затрудняюсь, ответим. И я тоже, вы знаете, затрудняюсь. Тут просто стоит дилемма перед человеком. Либо пить чай с микробами, либо с дохлыми микробами. Либо с хорошими бактериями, либо с плохими. А как вы разделяете бактерии на хороших и плохих? В каждом из нас есть бактерии. Я прав или я прав? Я думаю, что вы правы. В каждом из нас есть бактерии. Интересно, слушайте. Я только что читал отчеты ОБСЕ. Давайте про бактерии. В отчетах ОБСЕ сказано, что в декабре обнаружили новую систему радиоэлектронной борьбы. Свет КУ называется. Это модификация Р-330Ж «Житель». Все сегодня пытаюсь понять у россиян, выяснить вопрос, как же попало туда. А, не хотят россияне про это слушать. Ну, не хотят. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы с украинской какого города и сентябрит? Я сам из Луганска. А, вы в Луганск? Да. Но я уехал оттуда. Там русский мир. А у меня несовместимость русский мир. У меня на него аллергия. Да я не по этому поводу. Мои соболезнования вам, ребят, насчет трагедии, которая была у вас. Просто ужас какой-то. Вы сейчас про Боинг говорите? Конечно. Боинг сбили российской ракетой. Вы поставляете средства ПВО куда? Еще в какие страны мира? В очень многие. Например? И в этом наша вина? Конечно. Блин, ну вы украинцы странные. Ну, Иран, это же ваш союзник. Нет, а американцы в какие страны посылают? ПВО и прочее. Какой из Боингов был сбит американской системой ПВО? Иранский Боинг был сбит лет 10 назад, 15. Это американцы сбили сами, своей системой. Сами. Они извинились и выплатили репарации и сразу же признали. Сказали, да, это мы. Ну, насчет извинений я вообще-то сомневаюсь. И выплатили компенсацию семьям погибших. И сразу же признали, что это мы. А Иран морозится и не признает. И Россия говорит, ни в коем случае, что вы, что вы. Ни в коем случае никакой ракеты не было. Ну, в России ничего не говорит. На наших сайтах уже откровенно все написано, что это был сбит ракета именно. А Боинг МН-17 был сбит кем? Это пока не доказано. Как же так? Как же так? Вы думаете, это украинский истребитель Су какой-то там? Я ничего не утверждаю, но я им скажу вам так. Почему этот Боинг украинские диспетчеры загнали именно на север? Почему Украина пустила над боевыми действиями этот самолет? Я могу вам ответить на эти вопросы. Это несложные вопросы. Смотрите, для того, чтобы запрещать полеты над какой-либо территорией, на которой ведутся боевые действия, необходимо понимать потолок возможных средств, вот этих вот зенитных средств, которые могут сбивать самолеты. Если мы говорим про ПЗРК, которые были переносные, игла, как они там называются, игла, по-моему, была, которым избивали наши самолеты, то у них есть высота, на которой они могут работать. То есть на высоте там 2 километра, например, и выше, там 3 километра и выше, они уже не срабатывают, и они туда не достают. А никаких серьезных средств ПЗРК не было. Мы там не теряли никаких ПЗРК, мы не оставляли, у нас не забирали в качестве трофеев, никаких буков. Есть бук на вооружении Украины, но он у нас не был потерян, ни один из буков. А если Российская Федерация поставила туда серьезные средства противовоздушной обороны, серьезные средства, то она должна нести ответственность за происходящее? А на основании чего вы это заявляете? На основании выводов в Международной Следственной Комиссии. Международная Комиссия, первая которая была, она выяснила, что самолет MH17 Boeing был сбит ракетой из комплекса БУК. А ваше Министерство обороны утверждало 8 различных прямо противоположных мнений и версии происходящего. С бит БУКом, да. А откуда же БУК взялся на территории Украины? Ну разве это Международная Комиссия заявила, что Россия поставила эти средства? Да, и это есть доказательства. И есть фотоотчеты. И есть фото даже, возьмите, тот человек, который сфотографировал на свой телефон след от ракет, от этого БУКа, с привязкой к местности. Его вывезли из оккупированных территорий, и он будет давать показания, когда будет Международный трибунал над Россией. И там придется отвечать Министерству обороны Российской Федерации. Вы видели Путина, обращение Путина в этот же день, когда стало известно о том, что все-таки Боинг был сбит, какой он был перепуганный. Почему он сделал такое обращение? Там не было ни одного гражданина Российской Федерации. Там не было, ну этот Боинг не принадлежал авиалиниям Российской Федерации. Это не авиакомпания России. Боинг сбит на территории другого государства. Он один из первых записал видеообращение, перепуганный, перепуганный. Потому что ему доложили о том, что это мы сбили. Пугание Путина, это ваше личное мнение? Да, пересмотрите, как он выглядит на его лицо, на его выражение лица. Это ваше личное. Как перестрал Стрелков, который, по вашим новостям заявляли о том, что согласно заявлению Игоря Стрелкова, был сбит очередной самолет с украинскими военнослужащими на борту. А потом они бамса, это не самолет украинских военнослужащих, а просто гражданские рейсы. Тут падают не украинские военнослужащие, а гражданские просто в креслах своих. Вы что-то фантазируете, я такого не слышал. Вы не слышали заявления Стрелкова по поводу того, что снова сбили еще один самолет? В ваших новостях об этом даже показывали. А потом боязгливо поудаляли отовсюду. Но то, что в интернет попадает, оно уже не исчезает насовсем. И сегодня несложно найти выпуск новостей Российской Федерации. А, неохота такое слушать. А мы сейчас с вами найдем выпуск новостей Российской Федерации и посмотрим, кто же сбил Boeing MH17. Поздорники. Вы смотрите Live News в студии Евгения Рянцева. Информационная служба Live News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торрес, самопровозглашенной Донецкой Республики. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета. Раздался взрыв. Самолет начал падать. В неме можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торрес находится около города Снежное и Кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы. Информационная служба LifeNews продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Украинская пресса сообщает о падении самолета вблизи российской границы. По информации неких источников, это был малазийский лайнер. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Украинские СМИ утверждают, самолет упал за 50 километров до вхождения в воздушное пространство нашей страны. Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17 часов 25 минут по московскому времени. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. В твиттере малазийской авиакомпании подтвердили лишь, что потеряли связь с бортом, следовавшим из Амстердама. Мы проверяем достоверность этой информации. На месте работает наш корреспондент Семен Пегов. Он на месте работает, повторюсь, и там, где якобы упал самолет. Здравствуй, где ты сейчас находишься и что ты сейчас видишь? Нахожусь я прямо под деревней Грабова. Картина действительно шокирующая. Гражданский самолет. Дымят тела, разорванные. В общем-то, установить, что это был гражданский самолет, не так уж сложно. Тут паспорта, в основном, малазийские. Есть граждане Голландии. Самолет разлетелся на достаточно большое количество частей. Обломки упали на расстояние друг от друга, чуть ли не в километрах. Километр или 500 метров на разные части разорвало его. По предварительной информации, как считает ополченцы, самолет был сбит. И снаряд летел за него. Точнее, не снаряд, а... Ну, та ракета, которая его сбила, летела со стороны Украины. Вся информация предварительная будет проверяться. Возможно, был действительно сбит украинскими ПВО. Срочная новость, прям срочно номер, горячая, горячая, горячая новость про отставку Валерия Залужного. Из наших достоверных источников стало известно, что... Все подробности. Вот, поэтому это очень важная новость. Поверьте, наши достоверные источники всегда, нашего агентства ОБС, агентства ИПСО, всегда подтверждаются эти данные. Поэтому, я думаю, что еще через полчасика-часик мы с вами узнаем еще более подробные подробности из наших достоверных источников. Будут там на связи. Наш корреспондент находится на связи. Выборов этой весной точно не будет. А предыдущие обещания Зеленского в Снаприде саджаты будут ему. То как-то надо будет, чтобы оно соответствовало. И, скорее всего, что посадят Петра Алексеевича Порошенко. Но тут вопрос возникает. Если посадят Петра Алексеевича Порошенко, вырастут ли на этом месте, где его посадят арбузы или нет? Мы бы это будем обсуждать. Итак, выборов не будет. Знаем, что президент подав до Верховной Ради на продолжение военного стану и еще на 90 дип. Чи правильно я розумею, что ставим остаточную крапку в тих усих разговорах, что на весне можно будет влаштувати выборы. Адже подчас военного стану, да, жодных выборов не є можливым проводить. Выборы можно будет влаштувати, когда закінчится войсковый стан. Для этого нам нужно отримать перемогу, и мы ее обовязково добудем. Сказал, как отрезал, потому что Луганск порожняк не гонит. Алексей Мячеславович Данилов, мой земляк из Луганска, просто сказал, как отрезал. Будут выборы? Нет. Выборы будут только после победы. Все. Какие у вас еще вопросы? Весной еще можно Сакуры посадить? Пишет чатик. Ну да, на Сакуры там денег вообще на Сакуры полным-полно. Андрей, в очередной раз спасибо за правду и аналитику. Жалко, что ли вам? Тем более у нас такие работают достоверные источники. Командир батальона беспилотников 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич. Люди боятся, но, простите меня, вы хотите жить в чудесной стране? Это нужно защищать. А если люди не хотят жить в чудесной стране? Ну, если люди хотят... Есть люди, которые не хотят больше жить в Украине. Они не хотят. Отпустите их, откройте границы. Пусть они уедут. Но они решили больше не жить в Украине, не связывать свое будущее и свою жизнь больше с Украиной. Отпустите вы их, пусть они едут. Рано или поздно воевать придется всем. Цитата. Я не судья, чтобы кого-то осуждать, но скажу откровенно. Людям, которые не хотят воевать, придется все равно это делать рано или поздно. Только сейчас есть выбор, куда идти, потому что есть рекрутинговые компании. Нет рекрутинговых компаний. Это неправда. Это вранье. Это симулятор, видимость того, что есть рекрутинговая компания. Это не является рекрутинговой компанией. Это обман людей. Это от меня. От стримера, от блогера. Да, комментарий. А через некоторое время просто тебя подхватит ТЦК или придет повестка и тебя отправят туда, куда ты не хочешь. А если человек не хочет жить больше в Украине, что с ним делать? Вот только ты задай такой вопрос. Чудесная страна чудесных людей. Чудесная вольная страна свободная свободных людей. И вся ненависть только туда, к оккупантам практически забыли про то, что эту ненависть надо отправлять только к уклонистам. Вот машина времени, хроники национальной катастрофы, она вот так вот прокрутилась и назад в совок. Потому что вот этих вот чувачков, уклонистов поймали на охоте. Потому что вывел информацию, дал про них, вывел на них наводочку. Местный житель, местный житель приграничного села оперативно сообщил, куда нужно. Про группу беглых украинских крепостных сообщил, он увидел их на околице приграничного села. Очевидно же, что они планировали побег на волю туда, причем. Причем на волю, это значит в непризнанную Приднестровскую республику, которую мы не признаем. Но получается, сегодня по факту люди бегут на волю в Приднестровье. Офигеть, понимаете? Офигеть. У Мадьяра есть, пишет, что у Мадьяра есть? У Мадьяра есть рекрутинговая компания, рекрутинг. На какой срок можно подписать контракт? На полгода можно? На год? Когда демобилизация? Рекрутинговая компания подразумевает набор желающих, которые связывают свою судьбу на полгода на год с выполнением контрактных обязательств, подписывая контракт с Министерством обороны с определенными условиями, выплатой, разовой, гарантированными выплатами при ранении или там, не дай бог, в случае летального исхода, страховки и социальные выплаты гарантий. А тут что? Какая рекрутинговая компания? Вы о чем? Можно подписать контракт на полгода или на год? Бдительный гражданин. Благодаря бдительности вот этого сознательного гражданина побег вот этих самых крепостных был предотвращен. Мы все ругаем товарища Сталина и совершенно справедливо. Но кто-то же написал 4 миллиона доносов. Все. Вот они. Смотрите. Все в грязи какие. Посмотрите. До чего опустились люди. Уже бегут в Приднестровье в какое-то на волю. Краткосрочный контракт. Пишет чатик. До конца войны краткосрочный контракт для... И вот довели людей сегодня до того, что это... Одиночный пикет. Само по себе одиночный пикет. Как в рашке. Люди выходят с такими плакатами. Колы конституция на паузе, будут стрелять у колина. Потому что мы рабы. Как быстро, как можно просто моментально свалить в страну. Вот туда вниз. В несвободу. В рабство. Вот в это говнище совковое. Рашка 2.0. Вот так только. Раз. И вперед. Развивать страну сложно. Демократические институции развивать тяжело. В целом верховенство права, свобода слова. Такие сложные институции. Их нужно холить, лелеять, на ручках носить. Вот так вот. Чтобы эти институции позволяли быть верховенству права важным. Понимая, чтобы люди понимали, что это такое. Понимая необходимость верховенства права. Тогда формируется другое общество. Совершенно с другими ценностями. Сегодня. Вот так. Просто буквально. За год. Рашка к этому шла 23 года Путину власти. Мы так. Да, мам, чё мы? Чё мы там? Вот это. Как русские 20 лет будем. Вот это. Ого. Это долго. У нас времени, сука, нет. Давай сразу на полную. Гайки закручивать. Фиг. У нас шуруповерт есть. Мы что их будем? Гаечным ключом, что ли? Мы так шуруповертом. Всё. Сука, только резьбу сорвало. Ну и что теперь? Что теперь? Ну сорвало и сорвало. Что? Это что такое? Люди выходят вот на вот такие вот митинги. Вот такие вот одиночные пикеты. Конституция на паузе. Будут стрелять. Стрелять и в калина. Добились? Довольны? Вот теперь. Вот теперь совок. Довольны? Всё нормально? Людей похищают. Менты вообще палец о палец. Они прекрасно. Палец о палец не ударил. Почему? Потому что если их сейчас на фронт отправят вместо тех, которых сейчас не наловили, они тоже не хотят. Они согласны выполнять все незаконные требования по звонку, по просто устному указанию. Про рекрутинг я говорил год. Даже до самых-самых на фронтных на фронтников дошло. Представьте. Даже Лапин. То есть Луганский при этом, конечно, короче, враг народа. Но даже Лапин говорит про рекрутинг. Даже не понимая значения рекрутинговой кампании и как оно должно бы быть в реальности. Но даже до Лапина дошло. Неужели скоро до Петрова дойдет? Кого ми будем зараз брати в третью хвилю? Ми вже втратили дві хвилі найкращих піхотинців усіх часів і народів усіх армій світу. Ми втратили в першу хвилю отих атошників. В 22-му році вони лягли. В другій хвилі мобілізації 23-го року ми втратили тих, хто не втік, не сховався, не скористався системою шлях і не устала от війни, а пішов захищати країну. Що далі будемо робити? А далі треба, окрім справедливої мобілізації, розвивати і рекрутингові кампании. Чому там третя штурма займається рекрутингом? Да ладно! Чи там п'ята штурмувача, чи ще деякі невеличкі підрозділи займаються рекрутингом, а державна програма в цьому моменті якраз таки пробуксовує. Хоть какая-то польза от стримов Луганского. Хоть какая-то. Да ладно! Що там здохло в лісі? Представляєте, на фронтниці начали говорить про то, що нам нужна рекрутинговая компанія. Да ніхто так... Ніхогда такого не було! І вот опять, хто б мог подумати? Як так? Да ладно! Да не може бить! Откуда такі мысли? Откуда? Що вообще? Що це було? Ну, начнем ми... Давай, так... Ми продовжим. С анекдотів. Анекдот не смешной. Ну, анекдот... Жизовый. Извините. А это, на самом деле... Смотрите, какая штука? Ну, типа так скучно че-то... Ну, вообще... А вот анекдоты... Они были, конечно, затерты такие. Вот такая подборка пачка. Вот такенная, здоровая была. Эти были листочки, напечатаны на работе, на печатных машинках. И они были пронумерованы, эти анекдоты. И этот анекдот за номером 977. Анекдот из Советского Союза тех времен, которые, собственно, смеялись над Рабиновичем. Понятное дело, что еврей Рабинович на землю обетованную из Советского Союза выехать не может. И мог только сбежать. И вот переходит Рабинович границу. Вот весь этот анекдот про то, что... Так это же самочая дерьма. Так вы мне даже посрать по-человечески не даете. Вот шутка юмора. Все вернулось. Так же круг сделано. И вернулось на круги своя. Вот так вот. Просто такой... И опять... Змея кусает свой хвост. Уроборос такой получился. И получается, что змея, которая сама себя пожирает... Да что же это такое-то, елки... Ну, реальная машина времени. Реальная. Тогда смеялись над шутками юмора. Про пересечение границы. И сегодня. Все ровно то же самое. Да что... Да что ты будешь делать, понимаете? Смешно. Мне вот как, например, так вообще не смешно. Вообще вот. Ни разу не смешно. При том, при всем, что впереди, нужны интересные события, я вам скажу. Выгольна справа. Следство завершено. Порошенко знайомится с материалами. И там какая штука интересная. В этих новостях. Значит, смотрим, что у нас тут. Это у нас Петра Олексійович Кавуненко. Петра Олексійович Порошенко. До условий расследования тривало два роки. Наразі слідство відкрило сторони захисту доступ до материалов досудового расследования. После узнайомления ДБР должен скеровать обвинувальний акт стосовно Петра Порошенко до суду. После этого у него изменяются статусы. И он стает обвинуваченным. Ось про это каже. Видите, если мы говорим про эти вотермарки. От главком взял свой эксклюзив. Потому что это письмо от ДБР расследования самоглядачу главкому. И написал, что это главком, типа, чтобы вы, если что, читали нас. Ну, логично, логично. С их стороны логично. Эксклюзивный материал. Чтоб не растащили по всем остальным пабликам. А тут какой-то инсайдер. Зачем вы эти вотермарки? Я, во-первых, раздражаю. Это же не ваше видео. Посадят Петра Олексійовича или нет? И что будет на том месте, где посадят Петра Олексійовича? Вырастут ли там арбузики, кавуны? Что интересно. Многие просто абсолютно не в курсе, в чем шутка юмора про кавуны. Не знают, что вообще происходит. Почему Луганский вот этот прокавунизм про этот постоянно говорит. А, ребятушки, просто когда в стране происходит вот такой беспредел и нарушение всех возможных прав человека, то лидер, так называемый лидер, так называемая оппозиция, все это время постел, постики про то, что обирать кавуны – справа відповедальна. Все думают, на краще це Херсонський, але просто не куштували кавуны Одещины. Разом с командой обрали десяток, забрали с собой, бо як не купить, якщо в Киеве таки вдвічі дорожче. Петра Олексійовича, Петра Олексійовича, Кавуненко, Порошенко. На этом месте вырастите псо. Ха-ха-ха-ха-ха. Вместо того, чтобы защищать права людей, говорить про беспредел, про то, о чём мы с вами говорим все эти стримы, потому что это приведёт к такому гражданскому противостоянию и привело уже к такому гражданскому противостоянию. Петра Олексійовича брал кавуны. Ни одного поста про это, ни одного поста про Червинского на протяжении года. Один раз в днём рождения я его поздравил. Молчание. Бесконечное молчание. То получается, что это кавунизм. Когда вы постите посты про кавуны, и не постите про то, что происходит в реальности, с проблемами, с которыми столкнулась страна и общество, надо бороться. Кавуны там дешевле. Да ты, у тебя миллиард долларов, у тебя сотни миллионов, какие кавуны дешевле? Ты же глава оппозиции. Типа парламентская фракция. Ну как так можно взять, просрать вообще всё? Не, все заразны на часе. А вот когда будут сажать в тюрьму, то люди будут говорить, Петр Олексійович, будет и кавунчика. Будет флешмоб. Я поучаствую тоже. Вот. Кавуна будет и, Петр Олексійович, дешевый. Одещины. Цепсо. Капсо. Я больше не лидер оппозиции. И вы не мой оппонент. Мы солдаты. А чё в отставку не поуходили все тогда? Почему тогда не сдали мандаты народных депутатов и ходят в Верховную Раду? И если вы больше не политики, вы солдаты. Ну всё, чё, сложи мандат. Не, мандаты кладывать не хотят. Так тогда защищайте права людей. Интересы своих избирателей. Не, это на часе. А вот когда на часе, это вот когда вот это вот начнётся сейчас вой по всему интернету, когда Петру Алексеевичу объявят пидозру и будут кричать про нарушение прав. Про вот это вот всё. Про то, что заросли на часе. Что это такое? Оппозиция. Какая оппозиция? Вы оппозиция? Вы кавунисты. Кавуны. Вот когда речь про кавуны идёт, тогда понятная. Ну, ваша позиция понятна. Кавунистическая оппозиция. Кавунистическая партия. Ну, это интересно же. Что, Андрей, что ты прогнозируешь? А я прогнозирую отсутствие поддержки со стороны среднего класса и со стороны самых активных избирателей в этом уголовном деле, в уголовном процессе. Поэтому я думаю, что этой активной поддержки не будет. Бабушки выйдут. Ну, бабушки всегда есть. Бабушки есть и у Тимошенко. Есть бабушки и были у Януковича, вы помните. Они, кстати, не сильно отличаются между собой. А есть бабушки Порошенко. Вот эти вот очень активные женщины в Фейсбуке. Бабушки Порошенко, может быть, повыходят. Ну, только толку от них не будет. Ну, и часть блогеров, которые по работе просто должны будут написать постики, гневные посты и всё. А так это будет партия кавунив. И будут все послать туда кавунчики. Поэтому, в итоге, судьба Петра Порошенко в ближайшее время его посадят в тюрьму или не посадят снова договориться. Мнения разделились. Но лично я считаю, что Петр Алексеевич, прогрещайтесь к кавунчикам. 54% бачты проголосовавших на 4500 голосеев. Если вы не подписаны на телеграм-канал, подпишитесь. Телеграм-канал позволяет там, видите, и голосовалки даже проводить. Супер.